Добрый вечер всем. 21.00 в Украине. Время обзора главных новостей сегодняшнего дня понедельника. В программе «Наше время» мы сегодня расскажем подробно о таком. Президент Зеленский на передовой. Важные тезисы, озвученные на встрече Верховного главнокомандующего с защитниками Харьковской области. Рад быть сегодня здесь, увидеть вас, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы ежедневно делаете такую большую работу. Искусственный интеллект вместо человека. Уникальные дроны разработают для Украины, Великобритании и США. В чем особенность технологии? Крупнейший финансовый донор для Украины. Япония предоставила Украине разной помощи на сумму уже более 10 миллиардов долларов. Содействие экономическому восстановлению является инвестицией в будущее для Украины, Японии и мира. Цена путинской войны 200 миллиардов долларов. Куда направят деньги россиян во время стремительного роста инфляции? И почему на фоне обеднения населения российские чиновники богатеют? Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область посетил позиции воинов ВСУ, которые выполняют боевые задачи по обороне Купенска. Глава государства заслушал доклад командира бригады об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями сил обороны. Камбрик также рассказал президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными ПБЛА с помощью систем РЭП. Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другими потребностями воинов. Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. И наш следующий материал, 25-й отдельная воздушно-десантная мероприятия. Сечеславской бригаде, которая сейчас сдерживает противника на Купинском направлении. Россияне не прекращают попыток прорвать украинскую оборону. На участке Синьковка, Табаевка российские оккупанты делают все, чтобы создать клещи для окружения Купинска. Захватчики снова и снова идут на штурмы. Подробнее далее расскажем в материале. Правый фланг Купинского направления «Хаммер», 25-й воздушно-десантной Сечеславской бригады, направляется на позиции артиллерии. В Харьковской области практически весна. Но ни военным, ни технике от этого не легче. Полевые дороги превратились в сплошное месиво. И в этом болоте украинские военные умудряются останавливать штурмы россиян и удерживать линию фронта. Ситуация на правом фланге Купинского направления немного легче, чем возле самого города. Но и здесь противник еще с осени не прекращает атаковать. К линии фронта водитель не спешит. Он пытается подъехать к позиции в сумерках. Виталий в составе 25-й бригады воюет с 2014 года. Ему есть с чем сравнивать. Говорит, такого количества вражеских дронов над линией фронта не было никогда. Очень много беспилотников «Камикадзе» с тепловизионными камерами. Мы тогда еще очень удивились, потому что ночная камера очень дорогая. Если мы на FPV-дроны по максимуму пытаемся минимизировать наши растраты, то противник средств не жалеет для нанесения нам ущерба. Вот так практически на ощупь Олег заряжает снаряды в британскую пушку М119. Если прозвучит команда к бою, расчет должен быть готов сразу же открыть огонь. Желательно так, чтобы с десяток. Восемь, чтобы было готово. Пушка. Выстрел. Так десантники бьют по координатам, предоставленным разведкой. Экономя снаряды, парни наугад стараются не стрелять. Только четко по целям и на движении вражеской пехоты. Из-за того, что они так активно перемещаются по своим окопам, блиндажам много выдвигаются и ходят по открытой местности, мы пытаемся им этого не позволять, дабы они не чувствовали себя свободно и беспрепятственно не ходили. Работа у бойцов нелегкая, но пехоте в окопах значительно сложнее. Поэтому ради сохранения жизни своих побратимов артиллеристы готовы действовать круглосуточно. Внимание! Пушка! Выстрел! Ну и прямо сейчас расскажем подробно, что происходит на поле боя в Украине от сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 70 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает вечерний сводки Генштаб Вооруженных сил Украины. Тем временем украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление, сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Они отрабатывают в том числе большое количество своей живой силы, и здесь у них нет других шансов, как и дальше работать, при том, что, конечно же, после того, как они поставили влаги российскую трехсветную тряпку над руинами сейчас Авдеевки, и ожидали, что после этого они будут иметь отдых, но политическая ситуация, которая разворачивается в России, не даст им этого отдыха, не даст им возможность даже зализывать раны. Путин будет гнать их дальше на убой. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Захватчики обстреливали из артиллерии и минометов Часовьяр, Клещиевку, Степовое, Северное, Первомайское и Красногоровку Донецкой области. Россияне будут дальше стараться поддавливать на всех направлениях, на всех пяти направлениях, соответственно, в Купенско-Лиманском, на Бахмутском направлении, на направлении сейчас Марьинка-Авдеевка, Запорожье и Левый берег Днепра в Керсонской области. На всех направлениях они стараются выдерживать давление, но понятно, что сейчас у них это получается только потому, что украинцы не имеют достаточного количества оружия, позволяющего нам сдерживать этот российский натиск. Достаточное количество вооружения будет позволять нам держать их на поводке и говорить об успешных украинских операциях. В Крыму украинские партизаны заметили прибытие новых российских военных. Их место сбора – джанкой. Также сообщается, что среди прибывших были солдаты с символикой Вагнера. Также обнаружены военные с подразделения боевых медиков, друид, 80-й отдельной арктической бригады, военные автомобили с Архангельской области и представители Республики Коми. Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо, наши агенты продолжают работать. Из сообщения партизанского движения «Атэш». И при этом ВСУ продолжают отбивать атаки противника. Силы обороны Украины сорвали наступление армии РФ на Запорожском направлении. Российские войска ночью совершили атаку. ВСУ отбили штурм, уничтожив технику и личный состав захватчиков. А на южном направлении силы специальных операций ВСУ выследили и навели огонь «Хаймерс» по мобильной пусковой установке с контейнерами для хранения беспилотников российской армии. В результате огневого поражения установка и контейнеры уничтожены, сообщили в ССО. В то же время во временно оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза. Местные сообщают о работе российской ПВО над городом. В результате обесточены несколько подстанций. Сегодня утром воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составили 403 720 военных. За прошедшие сутки были ликвидированы еще 1290 российских оккупантов. По последней информации Генштаба ВСУ, силы обороны также уничтожили 11 танков, 34 боевых бронемашины, 24 артиллерийских системы и 2 РСЗО. Сбит один самолет и 11 беспилотников. Кроме этого уничтожено 36 единиц автомобильной и спецтехники, а также цистерн с топливом. Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине дальнобойных ракет атакам с увеличенным радиусом действия. Это позволит поражать военные объекты российских сил в оккупированном Крыму, передает NBC News. По данным СМИ, в администрации американского президента Джо Байдена, Соединенные Штаты могут включить ракеты дальнего радиуса действия в один из первых пакетов военной помощи после его одобрения Конгрессом. Япония будет продолжать оказывать Украине разнообразную помощь в восстановлении и делиться собственным опытом восстановления после разрушительных землетрясений. Об этом заявил премьер-министр Японии Хумио Кишида на открытии японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению Украины в Токио. Об украинском Минфине сообщили, что в первые месяцы этого года Япония стала крупнейшим финансовым донором для Украины по промежуточным результатам конференции представители Украины и Японии подписали 56 документов о сотрудничестве. С начала полномасштабного российского вторжения Япония предоставила Украине разной помощи на сумму уже более 10 миллиардов долларов, и эта помощь продолжает поступать. Финансово-экономическая помощь за это время составила 8,5 миллиардов долларов. Это речь только о финансах. Япония занимает четвёртое место среди партнёров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки. Эти средства помогли миллионам украинцев выжить во время этой ужасной войны, которую начала против нас Россия. В Украине в данный момент всё ещё продолжается война. Ситуация непростая, но содействие экономическому восстановлению является инвестицией в будущее для Украины, Японии и мира. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается. Об этом он сообщил по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел. По его словам, речь идёт о глобальном рынке, и нужно найти финансовые ресурсы для такой операции. При этом министр уточнил, что когда он говорит о европейских государствах, не обязательно речь идёт о Евросоюзе. Абсолютно понятно, что снаряды Украине нужны немедленно. Поэтому следует понимать это, как призыв к международному сообществу и к европейским странам быть гибкими в том, чтобы найти путь к закупке этих боеприпасов, которых Украина нуждается, чтобы защитить себя от России. Поэтому давайте найдём наиболее эффективный путь для закупки этих боеприпасов. Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии. Министр иностранных дел Румынии Луменица Адебеску на заседании Совета ЕС призвала еврочиновников быстро принять новый пакет санкций в отношении России и уже начать работу над следующим. По её словам, также важно продолжать евроинтеграционную работу с Украиной и Молдовой. Я буду призывать к достижению договорённости по Европейскому фонду мира и созданию фонда поддержки для Украины. Также важно продолжать давление на Россию и быстро утвердить 13-й пакет санкций и начать нашу работу над следующим пакетом санкций. Луменица Адебеску, министр иностранных дел Румынии. Венгрия не будет блокировать новый 13-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, поскольку для этого больше нет причин. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. Он добавил, что властям страны удалось убрать все пункты, которые противоречили интересам Будапешта. Напомню, издание Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщало, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации из-за наличия мер, направленных против Китая. Евросоюз включит ограничения против производства дронов в 13-й пакет антироссийских санкций. Его принятие находится на финальной стадии, заявила министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак. Она подчеркнула, что санкции в отношении России необходимо ужесточать и в дальнейшем. А ФРГ, в свою очередь, будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность столько, сколько она будет в этом нуждаться. Сейчас мы находимся в процессе принятия 13-го пакета санкций, в частности, по вопросу беспилотников. Мы находимся на последних этапах. Два года назад мы проснулись в другом мире. В мире, где российский президент хотел с помощью грубой силы превратить Украину, суверенную, свободную страну, в российскую провинцию. Он добился обратного. Два года спустя Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более, чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в Европейский Союз. Великобритании и США разработают для Украины новые уникальные дроны. Ими будет управлять не человек, а искусственный интеллект. Как технологии будущего могут помочь Украине на поле боя и когда эта разработка может войти в производство, детальнее расскажу в материале. Искусственный интеллект на поле боя на стороне Украины. Скоро. Соединенное Королевство, возглавляющее коалицию дронов, сообщило о намерении передать Украине новую технологию, разработанную в сотрудничестве с США и другими партнерами. Новые рейвые беспилотники, которыми будет управлять не живой оператор, а искусственный интеллект. Западные военные, которые работают над этой технологией, считают, что она может позволить Украине отвоевать захваченные России позиции беспилотниками. Украинские эксперты добавляют, что это далеко не единственное их преимущество. Если будет система, которая хотя бы организовывает запуск дронов, организовывает, удаляет место оператора от места пуска этих дронов, если обеспечивает какое-то взаимодействие хотя бы нескольких простых дронов между собой, это было бы очень хорошо, и это бы защищало наших операторов, потому что за операторами сейчас идет конкретная охота. В январе официальные лица Белого дома встретились с оборонными компаниями, чтобы обсудить инновационные боевые технологии, которые могут помочь Украине противостоять вторжению России. По информации издания Bloomberg, дроны при поддержке искусственного интеллекта будут развернуты в большие флоты и будут общаться друг с другом, чтобы нацеливаться на позиции противника. Сформа интеллигенс – это вообще роевый интеллект. И здесь есть несколько принципиально разных или дополняющих друг друга алгоритмов. Это могут быть алгоритмы, как ведет себя рой пчел. Они же выполняют задачу, они же как-то двигаются, они же как-то не строями ходят, не шеренгами, не колоннами, они же как-то там перемещаются, правильно действуют. Возникает у них угроза, они тоже организованно действуют. Кого-то выводят из строя, его замещает другой участник этой группировки. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал изданию, что использование в Украине беспилотников в сочетании с искусственным интеллектом может быть более успешным, чем артиллерийские обстрелы россиян. Дроны могут существенно изменить как бы вообще тактику и философию применения, вернее решение вопроса, как доставить завчатку в нужное место, в нужную точку, в нужное время. В статье также сказано, что беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев. Глобальная гонка по разработке новых технологий продолжается, и получение в ней преимущества может определить будущее войны. Россия наращивает собственное внутреннее производство боевых беспилотников и получила значительные поставки от своего союзника Ирана. Коалиция союзников Украины пообещала доставить в Украину 1 миллион беспилотников в течение года и занимается разработкой новых технологий, которых нет у противника. Этот подход, нестандартные решения и применение новых технологий, таких как искусственный интеллект, может помочь Украине получить существенное преимущество над Россией и отвоевать свои территории. Россия может совершить внезапное нападение на страны НАТО. Об этом предупредил министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис. В интервью телеканалу ЦДФ политик рассказал, что Запад не может сидеть сложа руки и ждать второго Перл-Харбора, а должен исключить саму возможность российского вторжения. В связи с этим Ландсбергис призвал Германию поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Таурус. Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому. Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, в интервью телеканалу ЗДФ. Запад должен найти способ конфисковать замороженные активы России до президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое мнение высказала премьер-министр Эстони Кая Калас, передает в Financial Times. По ее словам, конфискация российских средств стала бы дополнительным инструментом, который наряду с военной помощью Украине и мерами по политической изоляции Российской Федерации мог бы помочь положить конец российскому вторжению. Это заявление Калас стало еще одним признаком обеспокоенности европейцев возможной победой Дональда Трампа на выборах президента США и его дальнейшей политикой в отношении России и Украины. Два года войны России против Украины обошлись Кремлю в более чем 200 миллиардов долларов. Такие данные обнародовал Пентагон. Речь идет о расходах на оснащение, развертывание и содержание войск для проведения наступательных операций. Но пока Россия тратит огромные средства на войну, кошельки обычных россиян пустеют. В стране растет инфляция. Детальнее расскажем в сюжете. Несмотря на то, что война добралась до территории России, Путин продолжает тратить огромные суммы денег россиян на ведение войны в Украине. На пресс-брифинге в Пентагоне высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства сообщил журналистам новые подсчеты, которые Россия уже понесла и продолжает нести, продолжая военную агрессию в Украине. Оценка потерь России убитыми и ранеными. В ходе боевых действий погибло или было ранено не менее 315 тысяч российских военных. Если быть точнее, по данным Генштаба ВСУ, силы обороны уже уничтожили более 400 тысяч оккупантов. Россия регулярно наносит воздушные удары по городам и объектам гражданской инфраструктуры далеко за линией фронта. На терроризм было потрачено 211 миллиардов долларов прямых финансовых затрат. По информации Reuters, представитель оборонного ведомства США отметил, Россия во главе с Путиным потеряла около 10 миллиардов долларов в результате отложенных или отмененных продаж оружия. Но спикер Госдумы Володин нагло врет с трибуны о какой-то экономии. Экономия за прошлый год составила 1 миллиард 220 миллионов. Государственная дума вернула эти средства в казну. Это в том числе экономия фонда оплаты труда. Федеральному бюджету России на 2024-2026 годы дали даже имя. Принимаемый сегодня в третьем чтении бюджет по сути носит имя «Все для фронта и все для победы». Бюджет России в 2024 году максимально ориентирован на войну. Разрушенные временно оккупированные города Украины в Госдуме закрепили за российскими субъектами, которые якобы должны помогать в восстановлении жилых домов и инфраструктуры, уничтоженной самими россиянами. Расходы на оборону составят 10 миллиардов 800 миллионов рублей, то есть 107 миллиардов евро. Ресурсы, выделяемые на армию, соответствуют 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году. Для сравнения, в 2023 году эта цифра была почти 4%. По сравнению с последним мирным 2021 годом военные расходы в России возросли втрое. Это военная экономика. Если вы посмотрите на Россию, то сегодня производство растет преимущественно для военных целей. Потребление падает. Приблизительно так выглядел Советский Союз. Чтобы покрыть расходы уже в этом 2024-м, правительство полагается на нерегулярные доходы, получаемые от разовых налогов и сборов, включая добровольные пожертвования, которые западные предприятия должны платить при выходе из России. Также звезды за свои ошибки, например, та самая голая вечеринка. Должны платить и олигархи, чтобы сохранить свой бизнес. Рекордные расходы на оборону и безопасность в 2024 году превысят социальные траты в России. Минфин России в 2023 году скрывал актуальные расходы государственного бюджета. Секретные траты превысили триллионы рублей, заняв первое место в общей структуре расходов России. Большая часть таких трат приходится на оборону, национальную безопасность, правоохранительную деятельность и содержание оккупированных территорий Украины. И пока российский народ пытается свести концы с концами, по президентскому указу в России тщательно скрывают сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников. То же самое разрешили депутатам и Госдумы, и Совета Федерации. Банки Объединенных Арабских Эмиратов из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать российским компаниям и физлицам счета, сообщает РосСМИ. Напомню, что банки Арабских Эмиратов начали ужесточать политику в отношении клиентов с гражданством Российской Федерации осенью 2023 года. Тогда кредитные организации перестали принимать платежи из России. Сейчас же банки Эмиратов не принимают деньги из Российской Федерации и не проводят платежи в обратную сторону. Мать Алексея Навального не пустили в морг. Людмила Навальная приехала к моргу в Салехарде, где должно было находиться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Она добавила, что одного из адвокатов буквально вытолкали из здания морга. В то же время в Следственном комитете продлили проверку смерти российского оппозиционера. Там сообщили, что направили тело на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Причина смерти по-прежнему не установлена. Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого, подчеркнула пресс-секретарь Навального. Юлия Навальная, супруга умершего в российской тюрьме, оппозиционера Алексея Навального записала видеообращение, в котором пообещала продолжить дело своего мужа. Также она обратилась к сторонникам политика, призвав их бороться против путинского режима. Цитата. «Еще яростней и более отчаянно, чем раньше». Конец цитаты. И, конечно, конечная цель – это свободная Россия без Путина, без войны и репрессий и коррупции, а также наказание всех виновных в происходящем. В Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении Кремля в связи с смертью Алексея Навального в российской тюрьме. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Чиновник Европейского Союза подчеркнул, что самую большую ответственность за произошедшее несет персонально президент Владимир Путин. 13-й пакет санкций в отношении России и военную поддержку Украины министр иностранных дел Евросоюза обсудят сегодня на встрече в Брюсселе. Мы должны послать сигнал поддержки российской оппозиции и в то же время продолжать наблюдать за тем, как идет война. Вот уже около двух лет Путин ведет войну против Украины и, похоже, что они не готовы ее остановить. Таким образом, на обоих фронтах – политическом и военном – мы должны продолжать поддерживать Украину и российский народ, который хочет жить свободно. Со временно оккупированной территорию Херсонской области удалось вернуть в Украину пятерых украинских детей. Об этом сообщил глава Херсонской обл. администрации Александр Прокудин. Один ребенок, 14-летняя девочка, когда ее бабушка умерла, осталась одна в оккупации. Сейчас девочка уже в безопасности, о ней заботится. Также удалось уехать еще двум семьям – четырем детям с родителями. И напомню, телеканал «Фридом» проводит информационную кампанию ради возвращения депортированных украинских детей под названием «Знаешь, скажи». Для тех, кто владеет информацией о депортации детей и готов противодействовать преступным действиям России на диджитал-площадках канала «Фридом», предоставлены варианты обратной связи. Также анонимно информацию можно передать и через телеграм-аккаунт «Я тут». Фильм «20 дней в Мариуполе» о первых днях российского вторжения в Украину получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучший документальный фильм». Авторы киноленты – репортеры агентства Associated Press, режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений, малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к Мариуполю и захватили его часть. Это огромная честь. Мы счастливы, что наша работа была признана, но более того, мы чувствуем, что нам нужно продолжать говорить о том, что происходит сейчас в Украине. И мы рады этой возможности. Война, города оккупируются и разрушаются. И наша работа отражает то, что происходит с Украиной сейчас. Эта победа этой команды укрепляет силу журналистики очевидцев. И сейчас, как никогда, важно, чтобы отважные коллеги выезжали на места и освещали события из горячих точек мира. Говорить правду, правдиво сообщать о событиях – вот в чем эта победа. И это потрясающе для журналистики, которой мы все занимаемся каждый день. Спасибо вам за доверие. Продолжение следует...